коллеги доброе утро вот у нас уже 11 часов в москве и 10 часов к ленинграде мы ведем наш сегодняшний вебинар из двух студий олег слышишь меня я тебя слышу и надеюсь меня слышно уже тоже коллеги доброе утро давайте сделаем сначала наш традиционный саундчек наташа ты рулишь презентации коллеги внимание пожалуйста на экран наташа будет включать слайды да прежде всего слышите видите ли вы нас если да пожалуйста вот так questions которая выглядит вот так поставьте что-нибудь добрые слова да я вижу что хорошо если коллеги нет либо что-то случается попадает презентация звук прежде всего вы попробуйте переподключиться а потом уже пишите нам уже будем переключаться мы мы ведем наш вебинар с видео вы можете вот регулировать размер того что вы хотите делать либо битрикс24 либо нас и что у нас там дальше по слайдам да на скорее сюда слайд про запись запись уже ведем и вечером либо завтра утром пришлем вам ссылку на она на нас на наш вебинар вас можно еще раз просмотреть и прослушать да а кстати мы мы знакомились наталья или не знакомились у нас был слайд про знакомства у нас почему-то здесь его нет мы так познакомимся вебинар олег до вебинар веду я я строкат олег я руководилом контроля качества компании битрикс во всех остальных компаний битрикс и наталья я наталья грихина руководитель направления битрикс24 и тема нашего сегодняшнего вебинара очень узкая в отличие от предыдущих вебинаров сегодня мы говорим только о битрикс24 редиски о работе с файлами о синхронизации файлов с вашим компьютером мы надеемся уложиться в час я думаю нам это получится у нас это получится как будет построен вебинар сегодняшний сначала в общем мы расскажем как обмениваться файлами между сотрудниками как передавать файлы в постах в живой ленте битрикс24 как вместе с другими сотрудниками их редактировать прям покажем как обмениваться файлами бизнес чате почему это почему это удобно какой есть диск для хранения документов это общий диск мой диск как распределяются права доступа между сотрудниками как синхронизировать все файлы в облаке в вашем битрикс24 с вашими локальными компьютерами и локальными компьютерами сотрудников как удалять файлы и как обезопасить себя от может быть ненужного удаления файлов то есть как использовать корзину битрикс24 диски и я думаю мы сначала все это расскажем весь этот блок не такой большой и после мы уже будем отвечать на ваши вопросы еще раз напомню что вот в эту вкладку questions вопросы пишите мы все соберем и в конце вебинара постараемся на большую часть ответить итак начинаем весь сегодняшний наш вебинар мы ведем на тестовом битрикс24 вот он у нас установлен это тариф верхний тариф тариф компания я в процессе наверное буду делать небольшие пометки где какие функции доступны но то что касается диска большая часть функционала конечно же доступна по всех тарифах итак самое первое наверное самый простой простой обмен файлами битрикс24 диски это живая лента вы можете написать сообщение давайте для примера это сделаем пишем сообщение например мне нужно обсудить с олегом какой-то файл договор я пишу сообщение выбираю что это будет только олег других сотрудников не добавляем в принципе могу прикрепляю файл файл я прикрепляю просто договор с рабочего стола но есть еще несколько вариантов вот он показывается процесс загрузки он загружен я могу прикрепить файл с битрикс24 диска если вы уже храните там файлы выбираете прям с диска что что удобно показываются сразу недавние файлы то есть если вы часто работаете с ними вот нужные файлы сразу же здесь покажите покажется можно выбрать из структуры просто из разных папок файлы ну и конечно можно выбрать просто из общего диска с общих документов у нас в нашем примере файл выбран просто с компьютера можно загрузить файлы из внешних дисков это означает что вы можете подключиться к внешнему диску например google drive вот мы здесь уже подключены google drive и здесь я вижу все файлы которые находятся у меня на диске google но это не значит что у меня все файлы они у меня и в битрикс24 если я выбираю файл оттуда то он будет скопирован добавлен в мой битрикс24 диск и тоже там займет место то есть он просто это это как бы интерфейс к моему диску на гугле чтобы удобно было выбирать а если еще диск не подключен то есть вот в нашем примере google уже подключен то есть я там авторизована если я еще не авторизована то будет предложен интерфейс вот авторизоваться в этом аккаунте наталья немножко тебя перебью здесь пишут коллеги что вроде бы как у нас есть немножко проблемы со звуком эхо если такое коллеги или нет напишите что все окей напишите пожалуйста сейчас у нас хорошо все со звуком это тоже есть эхо а пишут что хорошо все полагаю почему это может быть я буду просто на погромче тогда погромче говорить если если плохо слышно итак давайте давайте дальше продолжим мы прикрепили файл прикрепили его к сообщению пишем там сообщение например посмотри договор да текст какой и отправляем олег получает это как сообщение файл приложен то есть ничего такого сложного нет может даже лайкнуть например олег слышно меня раз-раз проверка связи итак идем дальше следующий вариант я отправила файл теперь нам нужно файл вместе отредактировать то есть олег его получил у нас там есть вот даже небольшая заготовочка с уже отредактированными давайте мы на ней покажем там просто файле больше текста как редактировать открываю одновременно для редактирования я и олег у себя открывает я нажимаю редактировать у меня открывается редактор для просмотра и редактирования google я здесь уже опторизована вот чуть позже покажем где где выбирается вот этот инструмент для редактирования и могу в принципе начать уже редактировать текст здесь вот как вы видите наша заготовка по вебинар пишем там что-то тест тестируем вот и я одновременно вижу как правит олег это инструмент гугла то есть очень удобно теперь мы попробуем вместе сохранить вот этот файл который который нас отредактировался я закрываю говорит да мне нужно сохранить этот вариант документа и я там уже вижу что у меня что-то происходит живой ленте что уже документы сохранились и олег загрузил новую версию файла и я новую версию файла появилась олег может меня поправить кто у кого последняя будет версия то есть по времени да там идет по времени то есть это уже определяет сам google либо наша система кто последний таки таки кто последний тот у того последняя сохраняется оба варианта это обмен сообщениями в чате олег здесь я наверно переключаюсь на твой экран сейчас мы покажем как то есть как можно быстрее обмениваться файлы потому что обмен документами в живой ленте он все-таки рассчитан на какое-то более длительное обсуждение но плюс в том да что все участники видят это сообщение в живой ленте они могут на него отреагировать прокомментировать отредактировать в нем файл вся история сохраняется все переписка сохраняется и все те комментарии которые были к файлу они если это необходимо быстро восстанавливаются из истории до совершенно верно в общем наталья показала вам уже как обмениваться файлами через живую ленту можно это делать намного быстрее чтобы не нажимать там написать сообщение можно лишь просто открыть чат который находится в правой правой панели да вот обратите внимание сейчас вы должны видеть мой экран наташа кстати видит ли и не видишь ты мой экран я думаю должна видеть нажимаем что еще раз все хорошо нажимаем на иконку чата открывается стандартное диалоговое окно которое вам большинство привычно вот мы с наташей начинаем обмениваться сообщение привет привет наташа конечно же может их лайкнуть и прямо здесь коллеги мы можем обсудить какой-то документ то есть например мы обсуждаем наш договор да я хочу наташа его сразу же отправить либо чтобы наташа мне его отправили идут стандартные звуки чата я могу выбрать файл который хочу отправить чате я могу выбрать его на компьютере либо уже на своем диске то есть если я ранее работал с файлом в битрикс24 и его уже загрузил да например к себе в диск то я могу выбрать его с моего диска давайте например что-нибудь выберем ну вот здесь много-много файлов например вот этот документ я выбираю наша система его получает и отправляет наталья вот обратите внимание было ста был статус бар загрузки наш документ загружен теперь я могу его скачать сохранить к себе на диск ну а наталья может его ознакомиться уже поставила лайк и будет сейчас давать не ценное указание вносить свои коррективы таким образом коллеги вы можете очень быстро обменяться файлами в мессенджере да наталья покажи где если много идет частый обмен файлами то в истории очень удобно просматривать да совершенно верно это полезная штука когда мы скажем мусолим какой-то документ на протяжении недели или двух например нам нужно посмотреть какую-то историю как найти вообще все загруженные документы которые мы когда-либо кидали друг другу и обменивались или через чат нет я правильно уже нажал эту иконочку сюда нужно будет зайти в историю чат 1 здесь есть история само сообщение да а справа есть история всех файлов которым когда-либо перекидывали друг другу вот частности тот файл который я кидал только что задачи он здесь его можно скачать также сохранить на диск либо вообще просто взять и удалить например то возьму и удалю предыдущий какой-нибудь файл вот так вот что я еще забыл показать так далее по обмену файлами в мессенджере по моему все тут достаточно все стандартно и понятно давай теперь я забираю кран а хочешь мне отдать ему я тебе его сейчас отдаю секундочку да экран у тебя следующий сценарий работы и это именно хранение и работа с файлами как на диске то есть два варианта диска существует в битрикс24 это мой диск вот он здесь в левом меню это все ваши документы и изначально в моем диске вы как пользователь обладаете полными правами и видите эти документы только вы и администратор битрикс24 здесь нужно заметить что пользователь с правами администратора битрикс24 конечно же видит все документы всех пользователей потому что он администратор и это необходимо для того что когда сотрудник у вас увольняется все документы его остаются. И есть еще отдельная, это раздел у нас, раздел «Компания», в нем есть общий диск. Здесь как раз права распределяются изначально немножечко наоборот. Сначала все документы видят все сотрудники, то есть это общедоступные документы, за исключением записи телефонных звонков. В эту же папку на общий диск, если вы используете телефонию B324 и записываете звонки, все файлы сохраняются в эту папку, но, естественно, прослушать их может кто из этой папки, может только администратор. Давайте вернемся в мой диск и посмотрим, как здесь вообще все установлено. Сюда вы загружаете, то есть это вот обычные ваши стандартные папки и файлы. Вы загружаете любые рабочие документы, с которыми вам нужно работать, и те документы, на которые вам нужно предоставить права доступа другим сотрудникам. Например, вот тот же наш договор. Я загружаю его. Давайте я с нуля это покажу. Загружаю файл с рабочего стола. Вот он наш договор. Он у меня загружается. Я вижу процесс загрузки. Мне больше ничего не нужно загружать. Я закрываю. И вижу, что у меня список файлов обновился. Вот он, мой договор. Пока, то есть изначально права доступа только у меня. Я хочу, например, чтобы на этот файл появились права доступа у Олега. Я захожу в настройки файла, открываю общий доступ. И здесь могу добавить различные права доступа разным пользователям. Я могу добавить, например, право на группу, там, на отдел сразу, одновременно на несколько сотрудников. Какие есть варианты прав доступа? Это может быть чтение, то есть просто просмотр документа. Сотрудник не сможет ни удалить его, ни отредактировать. Добавление — это значит, что можно добавлять в... Если я даю права доступа на папку, можно в эту папку добавлять новые файлы. Редактирование, соответственно, можно редактировать документ. И полный доступ — это значит, что данный сотрудник может удалить этот файл. Я даю права, например, только на чтение. Сохраняем. Олегу пришло уведомление, мы слышим. И, соответственно, у него появились права доступа на этот файл. Что еще? То есть чем еще можно управлять из диска? Документ можно заблокировать. Вот эта функция, блокировка документа, она доступна только в двух верхних тарифах — команда и компания. Это означает, что на время работы с документом я могу его заблокировать, вот нажав эту кнопку. И в это время править документ могу только я. Вот как вы видели в самом начале, да, мы в ленте правили документ, мы одновременно с Олегом правили, сохранили две версии документа. То здесь я могу заблокировать, и тогда уже в это время никто не сможет поправить этот документ. Скачать, скопировать, перемещать по папкам — это все понятно. Можно получить публичную ссылку. Если этот файл у меня не закрыт, например, это какая-то общедоступная презентация, я могу получить публичную ссылку, вот она, скопировать и отправить ее, не знаю, в Facebook, там, расшарить, отправить каким-то клиентам, пользователям, то есть предоставить доступ к этому файлу, на просмотр этого файла внешним каким-то пользователям. Им для этого совершенно не обязательно быть в Bitrix24, они просто получат ссылку вот эту публичную на этот файл. Ее можно, то есть доступ к этому файлу по этой ссылке можно ограничить. Есть вариант ограничения по времени. Например, вы говорите, что данная ссылка будет вообще активна только 24 часа, или там сколько-то минут, сколько-то дней. Либо, например, она будет доступна только по паролям. Если это все-таки какой-то более-менее закрытый документ, вводите любой пароль и передаете этот пароль вместе с этой ссылкой. Мы в нашем примере ничего не будем никак ограничивать. У нас обычный документ. Сохраняем. И, например, давайте попробуем открыть эту ссылку без авторизации, просто в новом окне. Как это будет выглядеть для пользователя, который просто будет просматривать. Он увидит вот этот Bitrix24, увидит предпросмотр документа, сможет его, может скачать. Это достаточно обычно. Дальше. Какие еще есть варианты? Вы можете скопировать внутреннюю ссылку, конечно же, и отправить сотруднику. Для этого необходимо, чтобы все-таки были права. То есть если, например, мне нужно Олегу быстро отправить ссылку на этот файл, но я знаю, что у него права есть, я копирую внутреннюю ссылку и ему отправляю. Можно посмотреть историю изменения документа. В данном случае у нас ничего не меняли. Какие-то свойства документа. И так, вернемся к нему. Переименовать удалить. Про удаление мы попозже поговорим. То есть, в принципе, работа с документами стандартная. Вы можете перейти вот в такой вариант просмотра, либо списком. Здесь, как вам удобно, сортировать по названию, подать в прямом и обратном порядке и так далее. Сбоку у вас идет для удобства список ваших папок по опалиту. Папки для... Небольшая уставочка, Наталья. По поводу внешнего вида, как раз вчера писал клиент, можно ли у нас просматривать файлы плиткой. Мы никогда это не показываем. Давай нажмем, хоть раз это покажем. Можно сделать вот такой просмотр режима файла. И если у вас, например, это будут картинки, то будет работать и предпросмотр. Поэтому, коллеги, используйте. Итак, я хотела сказать про папки. Папки вы можете сами создавать, да, свои на диске. Все папки рабочих групп, которые у вас созданы, к которым вы подключены в Bitrix24, они здесь появляются автоматически, если используются, конечно же, если в рабочей группе используется диск. Там тоже настройки есть, можно не использовать. Они все здесь у вас по умолчанию, все есть. То есть все достаточно прозрачно и работать с этим очень удобно. Переходим дальше? Я думаю, слушай, Наталья, давай перейдемся на вопросы. Хорошо. Много вопросов у нас? Нет, но они есть и они хорошие. Вот я давай сейчас буду зачитывать, и мы будем на них отвечать. Вот я спрашиваю у нас, Артем, каждая ли версия документа занимает место на диске? Артем, да. Каждая версия, которую вы получаете, которая получается у вас в результате редактирования, вами либо коллегами занимает место на диске. Поэтому, да. Дальше. В каком формате Наталья пыталась скачать файлы? Владислав, они скачиваются в том формате, в котором они есть. То есть если у вас файл PDF, либо DOC, в таком формате он и скачается. Вот, Наталья, тебе вопрос. Есть ли возможность создания групп под обсуждение, каких-то временных, либо постоянных? Да, конечно, вы можете добавить рабочую группу и потом в будущем перенести ее в архив, например. Ну, давайте уже покажем интерфейс «Добавить группу». И появляются у нас варианты, да. То есть если вы хотите именно под обсуждение каких-то документов, то в возможностях у вас здесь вот диск, здесь залочку снимать не нужно. По умолчанию она обязательно должна быть. Создаете, приглашаете участников. Это могут быть какой-то отдел, либо сотрудники из списка, либо просто какие-то сотрудники. Приглашайте их, они получают права доступа. Можете здесь регулировать права доступа, кто вообще имеет право там приглашать в группу. И создаете эту группу после того, как она, ну, то есть когда вы уже закончили это обсуждение, группа вам больше не нужна, вы просто ее перенесите в архив. Окей, спасибо. Так, еще вопрос. Значит, Тамерлан спрашивает, когда появятся средства просмотра наиболее распространенных форматов файлов? Тамерлан, в общем-то, они у нас есть. Если мы говорим про док и про PDF, про Excel, эти средства у нас есть прямо сейчас в Google Viewer. И вот ниже вопрос от вас, Тамерлан, не работает Google Viewer, он работает. Мы только что часто продемонстрировали. Если у вас все-таки он не работает, я приглашаю вас в техподдержку, вам нужны детали. Сейчас мы здесь не сможем вам сказать, почему у вас не работает. Так, еще вопрос. Что означают два человечка на папке? И это значит, что к этой папке имеете доступ не только вы, а и кто-то еще, другие пользователи. Это может быть папка группы, либо папка с общим доступом, как, например, вы просто сдаете право на папку. Так, ну и да, и последний вопрос по диску, перейдем к следующему блоку. Как чистить от дублей ваши диски? Александр очень просто, в общем-то, делается руками. То есть вы просто заходите в свой диск, либо в диск компании, либо в диск группы и смотрите, где какие файлы у вас дублируются. Другого способа сейчас покажете нет, потому что если это будем делать автоматически, то мы просто повредим ваши данные, не будем этого делать автоматически. Так, Наталья, я думаю, что… А, вот еще вопрос, я прошу прощения. Ян спрашивает, когда появится диск под Linux. Ян, пока что сейчас таких данных у нас нет. У нас есть клиент под Linux, мессенджер, да, десктоп-клиент, но полноценной поддержки работы с диском в нем пока что, к сожалению, нет. Так, ну что, я предлагаю, Наталья, двигаться к десктопному клиенту, да? Ну, у нас еще остался блок про общий диск, но здесь я просто хотела сделать акцент на право. То есть, в принципе, структура общего диска вся точно такая же, как ваша, как мой диск, но здесь есть варианты прав доступа, то есть администратор может распределять право доступа, какие-то документы закрывать, какие-то открывать от всех сотрудников, ну, либо кому-то конкретному давать. Так, ну что, я переключаюсь на себя. Я переключаюсь, коллеги, на себя и начинаю рассказывать про десктопное приложение. Здесь как раз Ксения, Ксения Азар спрашивает, а зачем вообще нужен этот десктоп? Ксения, я сейчас вам расскажу. Так вот, у нас есть так называемый десктопный клиент. Что это и для чего это, и как это использовать? Десктопный клиент – это, в общем-то, тот же самый мессенджер и тот же самый диск, но на вашем компьютере. Вам не придется заходить в веб-интерфейс. Как его получить? Как только вы зайдете в битрикс24, в ваш диск, либо в диск компании, то у вас вот здесь вот появится такой баннер красивый, да, «Скачать доступный клиент». Либо, если вы будете работать через мессенджер, то мы здесь уже работаем давно, у вас появится такая табличка здесь «Скачать доступный клиент». Мы уже работаем давно, поэтому у нас не появляется такая плашечка. Так вот, как скачать доступный клиент? Нужно зайти на сайт битрикс24.ру, в раздел «Приложения» и нажать на табик «Мобильное и десктопное приложение». Ниже у вас появляются ссылки на скачивание десктоп-приложений, в зависимости от того, какая у вас операционная система, Mac, Windows, Linux, либо вам нужен какой-то MSI-дистрибутив для администраторов, вы нажимаете на эту плашечку и у вас скачивается дистрибутив для установки. Ну, у меня Mac, поэтому я по умолчанию предлагаю скачать Mac. Я это уже сделал. Процесс установки стандартный, я думаю, что для большинства людей он сегодня совершенно очевиден и понятен, но я думаю, что нет смысла его показывать. Я его уже установил заранее, да, и вот появляется мой десктопный клиент битрикс24. Я на него нажимаю, мне, естественно, сразу же предлагается войти в мою учетную запись битрикс24. Сейчас я это сделаю. Я вхожу, мне сразу же предлагается выбрать портал, на котором я буду работать. У меня по долгу службы порталов очень много, поэтому я сейчас найду нужный мне портал, демонстрационный, который мы показываемся. Вхожу, загружается мой чат, загружается недавний диалог с Натальей, да, и в том числе файлы, которые я недавно обсуждал с Натальей. Здесь мы можем ввести наш диалог, привет, привет, то есть это наш стандартный чат. Сюда же приходят все необходимые счетчики по новым сообщениям, по файлам, по уведомлениям, ну и так далее. Нас интересует работа с диском, так как мы сегодня про файлы, про диск. Как только вы скачиваете ваш десктопный клиент, по умолчанию диск у вас включен. Что это значит? Я сейчас покажу, что он включен. Да, галочка должна гореть вот здесь. Что это значит? Как только вы скачиваете десктопное приложение и ставите его, автоматически начинается синхронизация ваших файлов с облаком. Вот обратите внимание, вот сюда идет такая анимационная иконочка, крутятся в облачке вот такие стрелочки. Это означает, что прямо сейчас идет синхронизация моих файлов. Если я переключусь вот сюда, в раздел битрикс диска, то вы видите, что здесь идет у меня, синхронизируется 320 файлов. То есть все мои файлы, которые находятся в облаке, скачиваются ко мне на компьютер. Для чего? Для того, чтобы мне было удобнее и быстрее с ними работать. То есть мне не нужно будет заходить в свой портал через обинтерфейс, в мой диск, там, либо в какие-то мои папки. Все у меня будет на компьютере. Ну, вот видите, да, что файл создается, осталось еще 15 минут, где показывается текущая скорость и показывается свободное место, которое у меня еще осталось. Вот всего занято у меня 2,4 гигабайта из... Ну, у нас тариф мажорный, большой, дорогой. У нас место 1 терабайт из 1 терабайта. Так, что здесь еще? Можно отключить диск. Вот часто нас спрашивают, как сделать так, чтобы папка диска была та, которую хочу я. То есть не ту, которая выбирает наш десктоп по умолчанию, а свою. Это можно сделать. Как это сделать, я сейчас покажу. Переходим в настройки, в раздел Bittrex 24 диск. Отключаем диск. Сохраняем. Мы видим, что диск отключен, и внизу у нас появилась вот такая информация, что все файлы будут синхронизированы в такую-то папку. Еще раз обращаю ваше внимание, что эту папку наш десктоп создает по умолчанию. Мы можем изменить директорию, нажать вот на эту ссылочку и выбрать ту папку, которая вам нужна. То есть создать ее, назвать ее как-то красиво, документы, либо как-то еще. И все, все ваши файлы будут идти уже в эту папку. Что еще? Что здесь можно сделать еще? Давайте, да. Вот я включил снова диск. Синхронизация у меня продолжается, потому что файлов много. Если я скопирую файл в папку диска, что произойдет? Этот файл автоматически будет отправлен в облако Bittrex 24. И если я перейду в раздел своего диска, то этот файл я увижу. Он предлагает мне заполнить рабочий отчет. В то же время, если я, например, удалю какой-то файл, папку из своего диска в веб-интерфейсе, то точно так же он удалит навсегда. То точно так же он будет удален после синхронизации и на моем компьютере. Вот для чего, по большому счету, нужен десктопный клиент, коллеги. Наталья, есть тебе что дополнить? В принципе, нет. Есть у нас вопросы хорошие. Как в десктопе подключить все аккаунты? Я знаю, у нас это прямо недавно появилось. Хороший вопрос, коллеги. Хороший вопрос. Я знаю, что у многих из вас есть несколько аккаунтов, несколько порталов. Буквально вчера я объявил бета-тест на новую версию десктоп-клиента, который позволяет как раз-таки подключить вам, общаться в нескольких порталах. То есть, я покажу, как это, не покажу, а расскажу, как это выглядит. Если вы включите ваш десктоп-клиент, то у вас здесь будут вот такие различные разные табики ваших порталов. Можно общаться с коллегами с разных порталов, работает очень круто, замечательно. Так же можно работать и с дисками с разных порталов. Все будет идти одновременно вам на компьютер. Скоро будет доступно всем. Сейчас проходит финальную обкатку, финальное бета-тестирование. Коллеги, будет? Подождите чуть-чуть. Хороший вопрос. Так. Что еще? Происходит ли изменение оптимизации размера, например, графических файлов? Петр, нет, Петр, мы загружаем оригиналы файлов, то, что вы нам дадите, размера там хоть 100 гигабайт, мы это и загрузим. Не будем ничего ужимать и у вас отрезать не будем. А у тебя получится показать папку на диске Bittrex24 и меню к ней? Что можно делать с файлами Bittrex24 вот именно с локального компьютера? Я забыл про это, совершенно верно. Итак, как вам быстро попасть в папку вашего диска? Ну, переходим снова в наше доступное приложение. Вот оно у нас уже открыто. Вы видите, что синхронизация еще идет. Коллеги, извиняюсь, файлов у меня много, поэтому синхронизация будет идти еще, видите, 19 минут. Я нажимаю вот кнопку «Открыть в Finder». У вас будет, если вы работаете в Windows, у вас будет кнопка «Открыть в проводнике». Нажимаем ее, мне открывается в проводнике папка с моими файлами и что я могу с ними сделать. Вот у меня уже какая-то часть файлов у меня уже синхронизирована, давайте посмотрим, что я могу сделать. Вызываю контекстное меню. Сейчас, секундочку. И наше приложение добавляет вот такой блок команд, который характерный для Bittrex24. Вы сможете прямо из вашего Finder либо из проводника скопировать публичную ссылку, обсудить это сразу же в Bittrex24, открыть Bittrex24, либо заблокировать документы редактивные. Давайте что-нибудь продемонстрируем. Например, если мы возьмем и скопируем сразу же публичную ссылку на этот файл, то сразу же отсюда я могу, например, Наталья, скинуть эту самую ссылку в чат. Либо, например, я могу обсудить этот файл в Bittrex24. Если я ее нажму, то я буду перемещен автоматически в мой Bittrex24 с предложением создать сообщение с этим файлом. Так, ну что? Что у нас есть еще по вопросам? По вопросам у нас есть ли что-то у нас еще. Да, вопрос хороший про трафик. То есть, если вдруг сотрудник подключает свой диск, да, и вот в папке у него там 2 терабайта видео, и все это видео начинает грузиться в облако, которое убивает все, что можно. Какие-то у нас есть? Да, все так, то есть, как только вы начинаете ставить ваш десктоп, то есть мы поступаем по аналогии с другими конкурентами на рынке, мы сразу же начинаем синхронизировать. Естественно, потом в конце вы можете не в конце, а остановить синхронизацию и пойти приблизительно почистить, например, папку вашего клиента. Поэтому да, все так. Администратор может запретить пользователю, не знаю, загружать файл на диск? Нет, загружать файл на диске он запретить не может. Единственное, что администратор может сделать, он может запретить, ну вообще да, он может полностью запретить доступ к диску. То есть ваш сотрудник не сможет работать со своим диском, но тогда зачем такой диск нужен, если он ничего не может загружать? Давайте покажем, где вот эти права доступа, то есть как администратор может регулировать права доступа пользователя. Это как раз таки был следующий блок. Следующий блок как раз таки про права. Давайте покажем, как и где настраивать права доступа на вашу файл. Наташа уже показывала, где это сделать. Например, у нас есть два типа диска, мой диск и диск компания. Так вот, например, если вам необходимо запретить доступ для всех ваших коллег на раздел мой диск, общий диск, да? То есть вы хотите, чтобы они туда лишь только загружали, работали, редактировали документы, но чтобы их нельзя было удалить. Как это сделать? Очень просто. Есть настройка прав. Вот есть наша шестеренка. Нажимаем на нее, появляется меню и раздел настройка прав. Переходим в раздел настройку прав, и здесь мы можем выбрать, кому какие права мы даем на данный конкретный диск, либо отдельно на папку. То есть тот же самый диалог будет, если мы будем вызывать его над конкретной папкой. Ну давайте про диск. Так вот, мы хотим сделать так, чтобы в диске можно было работать, но нельзя его, чтобы было удалять файл оттуда вообще навсегда. Мы хотим всем авторизованным пользователям дать право на редактирование. Обращаю ваше внимание, что есть еще более высшее право, полный доступ. Те, у кого есть право на редактирование, они могут загружать файлы в диск, редактировать и удалять их в корзину. Чистить корзину сможет лишь только администратор. Еще раз обращаю ваше внимание, это при праве редактирования. Если мы поставим всем пользователям право на полный доступ, это значит, что ваши файлы можно будет чикнуть, удалить из корзины, то есть навсегда. То есть вы потеряете полный контроль над вашими файлами. Поэтому я рекомендую по умолчанию ставить право на редактирование. Все, сохраняем. Теперь ваши сотрудники смогут спокойно работать в папке, либо в общем диске без права удаления файлов из корзины. Где находится корзина? Давайте я покажу. Корзина находится вот здесь. Здесь раздел, не раздел, а пунктик «Показать все» и корзина. Как только ваши коллеги, сотрудники будут удалять файлы, они будут все попадать в корзину. Отчистить корзину сможет лишь только администратор. Я администратор, поэтому я могу очистить на этом портале корзину. Ну вот так. Наталья. Да, а было же еще у нас право доступа, когда администратор может зайти в пользователя и отредактировать там его права доступа на диск. Правильно, вот совершенно верно. Вчера был такой вопрос, как все-таки вот хотят запретить, чтобы файлы удалялись не только, не только нельзя было удалить из общего диска, но чтобы сотрудники не могли даже удалить файлы из своего диска. Это можно сделать, коллеги, каким образом? Очень просто. Вот так как я являюсь администратором, я могу сейчас вам это продемонстрировать. Я должен буду войти в так называемый режим администрирования, находится он в разделе «Мой профиль», режим администратора. Нажимаю его, у меня появляется вот такая вот желтая плашечка. Теперь что я смогу сделать? Например, я хочу запретить Наталье удалять файлы всегда из ее личного диска, чтобы она не смогла удалить какой-то компромат на себя. Я перехожу в ее профиль, ее раздел «Мой диск». И точно так же настраиваю права, как я вам уже и говорил, права на предыдущие. Заходим в шестеренку, настройка прав, и говорим, что для Натальи Грихиной мы убираем полный доступ и оставляем право лишь только на редактирование. Что произойдет еще раз после этого, коллеги? Наталья после удаления файлов не сможет очистить корзину, у нее не будет этого права. Вот так ее и лишил права очистки корзины. То есть она теперь не сможет удалить даже файлы из своего личного диска. Вот так вот. То есть точно так же я, как администратор, могу настроить любую группу, любой диск, диск вашего сотрудника, любую папку. Так, у нас остался раздел по вопросу, Наталья. У нас времени с тобой еще так много. У нас есть. Я хочу привести пример, наверное, такой некий кейс вот с этим, с удалением. Например, когда вы создаете общую папку. Вот нам часто, совсем недавно был такой пример, готовим совместно, несколькими сотрудниками, готовим презентацию. И право на правку, на просмотр этого файла есть у нескольких сотрудников. Я у себя создаю на диске папку, складываю туда нужные файлы, распределяю права доступа на эту папку. И поскольку у нас у всех идет синхронизация с локальными компьютерами, то эта папка появляется на локальном компьютере у всех причастных пользователей. И все уже просто со своего локального компьютера работают с этими документами. Как только я сохраняю, пересохраняю этот файл у себя, он обновляется у всех. То есть в результате все имеют самую последнюю копию документа. Если вдруг эти пользователи пойдут и удалят у себя, удалят папку локально, удалят этот файл в корзину, почистят у себя корзину, то если я не даю им право полного доступа, то на всех остальных компьютерах, которые синхронизированы, файл останется. Естественно, он останется у меня. Если я вдруг даю право доступа полное на редактирование, на удаление, то везде у всех файл удалится, но он попадет в корзину на диске. Или, например, я как владелец этой папки, как тот человек, который раздавал права, кто создавал этот файл, у себя локально этот файл удалю. Он, конечно же, удалится у всех с локальных компьютеров, но он не удалится из B324. Он перейдет в корзину, вот как показывал Олег. А дальше уже будут работать права на очистку этой корзины. То есть, если вдруг кто-то ненароком удалил файл, его можно восстановить из корзины. Да, я начал рабочий день. Окей, давайте пойдем по вопросам тогда. Наталья, у нас, по-моему, по содержательной части все, да? По содержательной части? Да, вопросов много. Итак, вот Дмитрий очень просит показать, где у нас сейчас видеозвонки внутренние. Дмитрий, специально для вас, вот на вебинаре по диску мы это показываем. Вот заходим еще раз в чат, и вот есть замечательная кнопка синяя, видеозвонок. То есть, если я сейчас нажму, сейчас не буду этого делать. Пойдет видеозвонок, Наталья. То есть, видеозвонки есть, я вижу, что вы написали вопрос, они есть, никуда они не пропали. На всех тарифах, бесплатно, вы можете ими пользоваться. Так, дальше. Можно ли подключить свой диск или облако? Наталья, по-моему, ты это рассказывала, как это сделать, да? Можно не прям подключить диск облака, то есть, свой диск – это вот синхронизация, да, с локальным компьютером. Какое-то другое облако не подключается, но интегрируется. То есть, вы из живой ленты, вы можете загружать файлы, подгружать из других облачных хранилищ файлов. Но это не значит, что вы просто подключаете как бы Google Drive, и все, и вы этими файлами везде пользуетесь. То есть, у вас они в Bittrex 24. Вы можете оттуда загружать файлы в ленту. Да, ну вот я как раз-таки показал, как это, где это выглядит в Bittrex 24. Так, еще вопросы, еще вопросы. Хороший вопрос такой общий от Василия. Как идет работа вот с силовыми структурами? Я так понимаю, что если вдруг есть какой-то запрос от государственных органов на предоставление информации, то есть, что мы, как владелец, собственно, облака общего Bittrex 24, будем делать? Мы действуем исключительно в рамках законодательства. Если идет официальный запрос, то есть, это либо по суду, либо еще как-то, то мы реагируем только так, как прописано в законе, и будем предоставлять доступ к файлам исключительно, когда этого требует закон. Здесь очень много разных вариантов случаев, но вот только по закону действиям. Как прописано, так и действиям. Да, я думаю, что даже если мы будем действовать против закона, мы просто не сможем работать на этом рынке, поэтому... Все, все, по закону. Да. Так, дальше. Просят показать, где находится корзина. Коллеги, специально для Вас. Вот давайте сейчас покажу. Интересный вопрос. В любом диске, например, вот если я зайду в мой диск, либо в диске компании, корзина находится вот здесь. Сейчас я давайте выйду из режима администратора, чтобы брать эту лишнюю табличку. Вот здесь, вот пункт меню, и здесь есть пункт показать. Что показать? Все папки и файлы, либо только лишь публичные файлы, да, либо корзина. Если я нажму корзину, естественно, я перейду в корзину. Вот эти файлы в корзине у меня есть. Здесь же я могу очистить корзину. Нажать кнопку «Очистить», будет подбуждающее окно, и корзина будет у нас очищена. Так, еще вопросы у нас. Еще вопросы. Хороший вопрос был. Если, ну вот, в стандартной ситуации, как мы сегодня показывали, два сотрудника одновременно редактируют документы, одновременно сохраняют, что сохранится на диске. Какая версия документа сохранится на диске? Мы, кстати, это демонстрировали в самом начале вебинара. Если будут сохранены две версии, то есть будет сохранена версия и от вас, и от Натальи, ну, от меня и от Натальи в данном случае. Какая версия из них будет нижняя, да, то есть тот, чья версия была сохранена последней. То есть вы в любом случае не потеряете ваши версии, которые вы редактировали в процессе. Вот уточняющий вопрос. Папка создается на локальном компьютере только при использовании десктопного приложения? Да, все правильно, совершенно верно. То есть это создает наше приложение. Как только вы его включили, кстати, у меня синхронизация до сих пор еще идет, папка создается нашим приложением. Но, как я и говорил, вы можете выбрать отдельно папку, какую-то свою, другую, и уже в нее производить синхронизацию. И вот несколько вопросов еще. Если у сотрудника установлено право чтения, он может скачивать файл? Совершенно верно. Он сможет его скачать, по крайней мере должен скачать его, но не сможет этот файл отредактировать, не сможет его удалить, ну, естественно, отредактировать, если это доковский какой-то, либо Excel файл. Он может просто скачать, и у себя, конечно же, с этим файлом он сможет делать все, что угодно, но он не сможет изменить исходный файл на диске. Вот еще один вопрос про диск от Максима. Если удалить файл локально, удаляются ли они на портале? Да. То есть мы говорим про полную синхронизацию. Если вы удаляете у себя файл на компьютере, то он удаляется и в облаке. Если вы удаляете у себя файл в облаке, то он у вас также удаляется и на компьютере. То же самое происходит с другими операциями. Переименование, перемещение, редактирование имен, либо содержимого файла. Все отражается у вас и в облаке, что, естественно, очень удобно. Будет ли интегрировано облако в Mail.ru? Пока что, Евгений, вот у меня таких данных нет, но я думаю, что мы свяжемся. Если это будет возможно, то я думаю, что сделаем. Может ли публичная ссылка быть не на файл, а на папку? Пока что нет. Вот просят, мы знаем, мы добавим. Пока что нет. Простите еще раз показать, где и как подключить Яндекс.Диск. Давайте я вам все-таки еще раз покажу. Переходим в раздел «Живая лента» и написать сообщение. Вот наводим курсорчик сюда, загрузить файл, и в форме загрузки файла мы говорим, что мы хотим загрузить файл из внешнего диска. Нажимаем сюда, на Google Drive, и здесь у нас слева появляются все наши подключенные диски. Dropbox, Google Drive. Здесь же инструкция, как подключить ваш диск, в том числе и Яндекс.Диск. Что у тебя, Наталья? Если много пользователей в Bitrix24, то как всем распределить это право на работу с корзиной? То есть не в каждого заходить, а как-то массово? Да, Михаил, вот сейчас вы правильно написали такой вопрос. Да, действительно, сейчас всем тысячам пользователям придется вручную заходить и убирать это право на его личный диск, что он не может, скажем, удалять у себя файлы и папки. Но если мы говорим про общий диск, то это достаточно сделать только в одном месте, в месте общего диска. Мы подумаем, у нас был такой уже запрос, возможно, мы сделаем какой-то общий интерфейс управления правами доступа для дисков коллег. Пока что таких запросов не было, очень мало, по крайней мере, поэтому мы и не заморачивались. Но плюс от вас я получил, Михаил. Так. Ну что, я думаю, что у нас... А, здесь еще небольшое вот хотела показать в настройках. Можешь зайти в настройки? Как выбирать? Вот мы, например, когда вначале показывали редактирование документа, совместное там, либо несовместное, мы редактировали его через Google Docs. Есть еще несколько вариантов, как вы можете редактировать документы и настроить это. Это настраивает администратор, и он настраивает этот вариант для всех пользователей. Вот здесь у нас по умолчанию, да, просматривать документы стоит Google Viewer. Можно выбрать Office 365, авторизоваться там всем пользователям и редактировать через Office 365 в облаке, либо через Google Docs. И еще есть небольшая такая настройка, которую я хотела показать. Это разрешить работу с публичными ссылками. Это доступно в наших двух верхних тарифах. Вот, собственно, у нас есть такой расширенный вариант диска, и пока в нем две функции. Это, как мы уже показывали, разрешить блокировку документа на время редактирования. И вот это такая фишка – разрешить работу с публичными ссылками. То есть если у вас информация все-таки закрытая, и вы не хотите, чтобы пользователи вообще, в принципе, делились с клиентами, с партнерами, еще с кем-то, с ссылками внутри на диске, то вы можете эту галочку брать и просто создать публичную ссылку из интерфейса и пользователей пропадет. Еще раз повторю, это в двух верхних тарифах. Да? А я повторю, где это находится? Это находится в настройках портала. Перемещаемся вот здесь, раздел настройки, настройки портала. Так, Наталья, я думаю, что будем мы с тобой закругляться. Вопросов у нас больше нет. Я думаю, что я сейчас переключу на тебя, и мы пойдем пообьем. Еще такой, пока переключаю, еще такой хороший вопрос. Если работа строится с графическими файлами, там, в фотошопе и других редакторах, как с этим работать? Есть, вот давайте я уже о себя покажу, такой вариант, когда пользователь может выбрать режим редактирования. И кроме того, что файлы можно редактировать в онлайне, в облачных разных просмотрщиках, ну, или редакторах, вы можете выбрать вариант редактирования на локальном компьютере. И вот здесь это делается, то есть подводите к файлику, еще, настройка работы с документами, и вот здесь у нас выбрано в облаке. Вы можете выбрать локально, сохранить, и тогда, ну, только нужен тогда будет десктоп-приложение, у меня здесь на пробном петре 24 его нет. Тогда, когда вы будете нажимать или все пользователи будут нажимать вот так редактировать, файл будет просто скачиваться на локальный компьютер, откроется в том редакторе, который нужен. То есть если это файл PSD, то он откроется в фотошопе. Вы его отредактируете в фотошопе, сохраните, и файл приложится в живую ленту. То есть он сохранится на диске, если этот файл, например, подгружен с диска. То есть не просто вы скачиваете, сохраняете, и потом опять загружаете. Нет. Если выбран вариант локального редактирования, вы нажимаете «Редактировать», открывается локальный редактор, редактируете, сохраняете, и он сохраняется на диске. Сам подгружается, сам обновляется, сам куда-то сохраняется. И, Наталья, еще хотели мы с тобой рассказать про тарифы, про место. Продаем ли мы его, сколько мест у нас где доступно? Так, давайте. Все тарифы, все вообще изменения, вот что, как, в какой тариф входит, вы можете прям смотреть не с сайта, а из своего B324 для администратора, а, в принципе, для всех есть вот этот пункт, мой тариф, расширенные тарифы. И здесь уже полностью все, вообще все, весь функционал обозначен. Что касается места на диске, в бесплатный тариф, в проект, включено 5 гигабайт. Это значит, что все, что у вас сохраняется, файлы, записи телефонных разговоров, вот на диске подключения разные, просто создание каких-либо записей, ну, это прям совсем мало места занимает, это все включается в эти 5 гигабайт. Вы можете смотреть, чем у вас занято место в разделе «Мой тариф». Вот здесь подключаетесь и смотрите, у вас место в облаке. Вот базой занято, то есть разными там созданиями сообщения, документы, там еще что-то. 336 гигабайт и разными другим, это значит, скорее всего, диск с файлами 2 гигабайта. Вернемся. В тарифе, в следующем тарифе проект плюс 24 гигабайта, в команде 100, и в тарифе компании уже не ограничено место в облаке. То есть в верхнем тарифе у нас, в принципе, вообще ограничений практически нет. Скорее всего, и вообще нет. Ни по функционалу, ни по месту, ни по пользователям, ни почему. Место дополнительное у нас не продается, вы можете переходить на следующий тариф, если у вас как-то заканчивается место. и можете его чистить, то есть удалять какие-то лишние файлы, которые вам уже не нужны. Окей, давай включаем нашу ключную презентацию, будем завершать наш вебинар. К тому же по времени мы уже подошли. Коллеги, у нас есть вам парочка вопросов. Да, но вы можете зайти на наш сайт в разделе поддержка, либо вот вебинар с битрикс24.ру, и там есть записи всех предыдущих вебинаров. Если что-то вам интересно, вы можете посмотреть по темам, я знаю, сегодня были вопросы по интеграции с 1С, открыть, например, вебинары по СРМ, посмотреть записи этих вебинаров. И сегодняшний наш вебинар, запись, конечно же, тоже появится здесь. Ну и к вам вопрос. У нас сегодня такой короткий вебинар, но мы постарались именно только по диску пройтись, и все-все-все, все, что смогли, все, что интересного было в диске, мы вам сегодня все это рассказали. Был ли он, вам понравилось. Коллеги, если да, то я прошу вас в остатку questions поставить «да», «добрые слова», «плюсы» там «да». Если поэзия не было и все уже известно, и вообще нужно убрать этот вебинар, вы скажите, не постесняйтесь, мы тоже подумаем, примем вашу критику и исправимся. Дальше, что у нас есть еще? А, у нас есть замечательный сайт идей, да, Наташа? Если у вас, коллеги, какие-то идеи о том, как нам улучшить наш диск, наш Bitrix24, либо другие инструменты, я прошу вас, заходите на сайт идей, и оставляйте вашу идею, мы обязательно читаем ее, принимаем во внимание, и включаем в следующие релизы. Что у нас там дальше? Следующий вебинар? Следующий наш вебинар будет 30 ноября. Будем говорить про инструменты для руководителя Bitrix24, то есть это, как всегда, в следующую среду, в 11 часов по Москве. И еще хотела сказать вам, что вот в прошлую среду у нас мы представили новую версию Bitrix24, называется она у нас «Таити». Если вы не посмотрели прямую трансляцию, у нас есть запись. С главной страницы сайта bitrix24.ru, там, если чуть-чуть прокрутить, есть ссылка, можете посмотреть. Очень рекомендую, было очень интересно. Очень много-много всего полезного появляется. Посмотрите. Наталья, спасибо тебе большое за вебинары. Вам всем спасибо, что присоединились, что нас послушали. За вопросы. Да, хорошего вам дня, хорошего вам недели. Пока, увидимся в следующую среду. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok